Всем привет! Меня зовут Алина Гончарова. В этом видео я хочу вам рассказать про линьку взрослых растений. Эти процессы у взрослого и у маленького растения различаются, поэтому про линьку маленького растения я буду вам рассказывать в следующем видео. Итак, что такое линька? Линька, вы все знаете, это смена кожи у животных, у человека и даже есть у живых камней, в том числе и у литопс. Начнем с самого главного. Когда же происходит линька? Линька происходит у живых камней в конце зимы, в начале весны, ориентировочно с 1 февраля по 30 апреля. В теплых регионах она начинается раньше, а вот в холодных, к сожалению, позже. Учитывайте то, где вы живете и учитывайте, где вы выращиваете свои любимые растения. Процесс линьки. Первое. Образование новых листьев внутри растения. Второе. Новые листья набирают массу и размер. Третье. Старые листья теряют цвет, увядают, отдавая все питательные соки новым. Четвертое. Новые листья начинают выглядывать через щель. Пятое. Новые листья начинают разрывать старую оболочку растения. И шестое. Новые листья выпивают питательные вещества из старых листьев до сухой корочки. На этом наш процесс линьки закончился. Следующее, про что хочу вам рассказать, это про признаки линьки. Сейчас я вам перечислю много разных признаков, по которым вы сможете точно определить, что ваше растение все-таки линяет. Итак, первое, это же, конечно, само растение начало увядать. Вот вы на него смотрите, оно начало тускнеть, стал какой-то бледный. Вот бледность, это очень сильный признак того, что ваше растение готовится к линьке. Дальше. Кроме внешнего вида, начинает появляться щель внутри растения. Сперва она маленькая, еле заметная. И с каждым днем, с каждой неделей она будет все увеличиваться, увеличиваться и превращаться вот в такую большую расщелину, где вы увидите, загляните туда, да, посмотрите, фонариком посветите. С помощью света можно посмотреть, что же там внутри. И как раз внутри новые две пары листьев. И еще к признакам линьки относятся разрывы. Бывали такие случаи, мне писали в сообщениях, о боже, мой литопс разрывал, что с ним? Оказывается, это все-таки была линька. Бывают как микроскопические, так и в принципе их приличные. В основном это разрывы, которые происходят сбоку. Еще один признак линьки, я считаю, самый сложный, это когда растение начинает деформироваться. Почему линька сложная? Потому что деформация обычно происходит, когда растение очень сильно высокое, а маленькие листья, они находятся очень внизу глубоко. Поэтому линька затяжная и иногда бывает даже она заканчивается неуспешно. Растение не может нормально полинять. У него может появиться пузико, а верхняя часть у него худенькая. Это новые пары листьев. Следующее, про что я хочу вам рассказать, это про виды линьек. Я выделила пять видов. Первый вид. Это из центра. Стандартный вариант линьки. Самый здоровый. Растение маленькое, приземистое. Потому что солнышко находится прямо над растением. Второй вид линьки сбоку. Тоже распространенная ситуация. Это происходит из-за недостатка света. Растение тянется к свету. Поэтому линька происходит к свету. Так, и вторая причина. Когда растение вытянулось, очень сложно линять в этой ситуации. И поэтому проще всего это, конечно, сделать сбоку. Третий вид линьки сбоку, но не из шейки, а из-под земли. Четвертый вид линьки двойной. Это когда вылазят близняшки. Пятый вид линьки, это когда у вас влазят тройняшки. Очень редко. Очень красивая. И вы счастливчики. Так, про линьки я рассказала. Теперь, как часто происходит линька? В норме линька должна происходить один раз в году. Но бывают такие ситуации, когда растение линяет два, а то и три раза. Сами посудите, сколько сил ему понадобится на два-три таких процесса. Это очень выматывает растение. Поэтому я вам советую, после того, как ваша линька произошла, поставьте на зиму его на спячку. Понистите температуру от плюс пяти до плюс тринадцати градусов, и ваше растение поспит и наберется сил к следующему году. И хочу вас предупредить. Если растение не будет спать, к сожалению, у него не будет сил на следующий год. Поэтому оно может погибнуть. Спячка для них очень важна. А если растение вообще не линяло в этом году? Что это и почему? Да, такое явление возникает, когда внутри растения не сформировалась новая пара листьев. Главная причина – это недостаточное питание для здоровой жизнедеятельности. Обратите внимание на ваше освещение, на полив, удобрение. Вторая причина – почему это может быть? Потому что растение долго не спало, оно слабое. И третья причина – это все-таки генетические отклонения. Оно родилось слабо. Что нужно для хорошей линьки? Чтобы процесс линьки прошел у вас успешно, растению нужно Первое – пониженная температура от плюс 12 градусов до плюс 16. Второе – хорошее освещение влияет на скорость линьки. Если у вас освещения мало, то и скорость вашей линьки тоже будет маленькая. И третье – полив. Растению нужно выпить соки из старых листьев. Поэтому, если вы поливаете, растение начинает высасывать воду из земли, а не старых листьев. И процесс линьки замедляется. Советую вам поливать максимум один раз в месяц. В зависимости от вашей температуры в помещении и в зависимости от сухости. Потому что, конечно, когда сильная сухость в помещении, растения больше пьют. Если вы вдруг вообще не поливаете растение, оно начинает пить соки уже из новых листьев. Поэтому надо за этим очень тщательно следить, чтобы не допустить этой ситуации. Факторы линьки. Из-за чего ваше растение может полинять еще раз? Ну, к примеру, летом, осенью или зимой. Первый фактор – это, конечно же, его законное время линьки. С 1 февраля по 30 апреля. Второй фактор, почему ваше растение может начать линять – это перестановка на другое окно или в другой дом. Покупаем мы у кого-то растение, берем, приносим в свой дом и бац, оно осенью давали линять. Что это? А это вот перестановка. Третье – это пересадка. Пересадка также является фактором для запуска процесса линьки. Четвертый фактор – это удобрение. Тоже может повлиять на начало процесса линьки. Пятый фактор – яркое освещение, в особенности от ламп. Купив лампы осенью или в начале зимы, вы можете обмануть ваше растение тем, что оно может подумать, что весна уже началась. Солнце светит, солнце греет, а это всего лишь оказывается новая ваша лампа. Да, мне, кстати, писали пару раз такие сообщения, когда люди ставили зимой лампы, включали резко их, начали резко освещать по 7, по 8, по 10 часов. И потом удивлялись, что ж мое растение начало линять. Ну что ж вы им весну-то включаете сразу же. Поэтому советую вам, если вы покупаете лампы, начинайте минимум с часу, с двух, с трех, с четырех постепенно. Шестой фактор является не основным, а дополнительным. Это высокая температура. От плюс 20 до плюс 35. Что не следует делать в процесс линьки? Первое. Разрезать его. Многие умники пытаются его разрезать, когда растение очень высокое. Они думают, что он не поможет растению, но не-не-не, ребят, оно умрет. Второе. Нельзя отрывать сухие, недопитые листья. Растение тоже умрет. Третий форс-мажор, это когда старые засохшие уже листья не дают расти новым. В этом случае я советую вам поискать, у меня на канале есть видео, как счищать шкурку. Да, порой иногда приходится ее снимать, счищать, потому что она очень твердая. Ну, правда твердая, толстая, не дает росту. На этом у меня все. Если у вас есть какая-то интересная информация, которую вы хотите поделиться, обязательно присылайте мне на этот ящик.